Мумифицированные младенцы Помните знаменитого фараона Тутанхамона? Его гробница, обнаруженная почти 100 лет назад, до сих пор обеспечивает ученых открытиями. В гробнице вместе с Тутанхамоном оказались мумии двух детей. Тогда не было технологии ДНК идентификации, поэтому эти находки были оставлены в тайне и детей прозвали 317А и 317Б. В наше время анализ ДНК показал, что эти две девочки, которые не дожили до своего рождения, скорее всего были дочерьми Тутанхамона. Одна из них прожила около 4 месяцев, а вторая была почти доношенной. Исследователи думают, что девочки были своего рода защитниками своего отца в потустороннем мире. Ведь древние египтяне верили в жизнь после смерти и брали с собой в гробницу множество вещей для защиты и путешествия в загробный мир. Так что история Тутанхамона и его дочерей – еще одна удивительная глава в книге древнего Египта. Пикантный артефакт В Хангайских горах Северной Монголии археологи обнаружили настоящую сенсацию – каменное украшение в виде человеческого фалоса. Да, вы не ослышались. Этот маленький резной кусочек графита длиной в 4,3 см – это древнейшее известное изображение человека с учетом половых признаков. Верите или нет, но его возраст оценивается от 42 400 до 41 900 лет, так что он приходится на верхний палеолит. Такие фаллические подвески – это нечто новое в палеотической истории. Они говорят о том, что первые охотники-собиратели уже использовали половые признаки в качестве символов. На кулоне можно заметить углубления, которые, по мнению ученых, напоминают мужской половой орган. Самое интересное, что задняя часть кулона гладкая, в то время как передняя – нет. Похоже, что кулон носили на шее. Поверхность подвески немного стерта, но наводит на мысль, что она передавалась из поколения в поколение. Древние врата в загробный мир Как насчет путешествия в Мексику, где археологи недавно открыли древний подземный храм с дверью в загробный мир. Звучит мистически, не правда ли? Эта история началась в далеком 1674 году, когда священник Франциско де Бургоа описал в своих записях гигантский подземный храм в городе Митла. Судя по его словам, храм состоял из четырех залов, один из которых имел каменную дверь, ведущую в глубокую пещеру. А это, друзья, было не просто какое-то помещение. Это было место, которое по верованиям древнего народа сапотеков вело в загробный мир, называемый Леобаа или местом отдыха. Но что же произошло дальше? По всей видимости, вход в эту пещеру был замурован испанцами, а храм разрушен. Теперь на этом месте стоит церковь Сан-Пабло, построенная буквально на руинах древнего храма. Спасибо передовым методам исследования, таким как георадар, электротомография и сейсмошумовая томография. Археологи обнаружили под церковью большую пустоту, которая, похоже, соединена с другой пустотой к северу. Исследователи также нашли два подземных прохода, ведущих в эту пустоту с востока. Более того, им даже удалось обнаружить место заблокированного входа в древнюю пещеру. Похоже, эта история только начинается, и нам предстоит узнать много нового о древних сапотеках и их верованиях. Так что подписывайтесь на наш канал, если не хотите пропустить продолжение этого увлекательного исследования. Почему запрещено подниматься на пирамиду? Верхний камень пирамиды – это своего рода вишенка на торте, последний штрих в его строительстве. Учитывая гармонию и красоту пирамиды, вряд ли ее строители оставили бы ее незавершенной. Есть теория, что верхний камень был сделан из золота, и когда-то в далеком прошлом его сняли с вершины. Но поверить в это сложно, учитывая высоту строения – более 140 метров. Испанский исследователь Мигель Пере Санчес предполагает, что на вершине пирамиды был установлен огромный сферический камень, символизирующий глаз гора. Он мог служить данью Сириусу, самой яркой звезде на небе. А его размеры и форма были продуманы с учетом математики, геометрии и астрономии. Есть одна занимательная история, связанная с вершиной пирамиды и сэром Симменсом. Какое-то время назад британский изобретатель сэр Симменс оказался на вершине пирамиды и, собираясь отпраздновать свое достижение бокалом вина, столкнулся с неожиданностью – его ударило током. Арабские гиды, увидев, как Симменса ударило током, испугались и попытались его поймать. Но Симменс, направив на них бутылку, ударил их мощным током. С тех пор запрещается подниматься на вершину пирамиды. Древнейший кожаный ботинок Следующая находка была обнаружена в Кенде, Великобритании. Невероятное открытие сделано здесь. Часть кожаного ботинка, которому уже целых три тысячи лет. Возможно, самая древняя обувь, которую когда-либо находили на британской земле. Совершенно случайно на пляже местный археолог наткнулся на этот ботинок. Он даже не мог себе представить, что это реальный клад бронзового века. Для подтверждения своего предположения, он отправил находку на радиоуглеродный анализ в Шотландию, откуда получил ответ, что ботинок действительно из позднего бронзового века. Как сказал археолог, это настоящий раритет, потому что текстильные изделия редко переживают тысячи лет. Еще одна интересная деталь. Наша находка – самый маленький ботинок бронзового века в мире. Подошва всего 7 сантиметров. По мнению ученых, этот ботинок носил малыш в возрасте 2-3 лет. Сейчас исследователи пытаются установить, из кожи какого животного была сделана обувь. И после всех научных исследований он отправится в британский музей. А знаете ли вы, что до этого момента старейшей обувью в Великобритании считалась находка 2000 лет из карьера Соммерсет? Однако теперь у нас появился новый рекордсмен. Самая старая река в мире Все знают о таких реках, как Нил и Амазонка. Самая длинная и самая большая река в мире соответственно. Но знаете ли вы, какая река заслуживает звания самой старой на Земле? Вопрос непростой, но большинство ученых склоняются к тому, что это австралийская река Финке. Представьте себе, ей от 350 до 400 миллионов лет. Это величественное течение начинается в хребтах Макдонелл и протягивается на 600-750 километров, завершая свой путь в озере Эйр. Самое удивительное, что эта река как бы забывает течь. Она появляется всего несколько раз в году, после сильных дождей. Возраст реки определить очень сложно. Нужно изучить окружающую экологию, горные хребты, отложения в руслах рек и множество других факторов. Поэтому возраст Финки это лишь примерное число. Если заглянуть в другие части света, то в Северной Америке самой старой рекой считается новая река. Она извивается на 547 километрах, от гор Голубого Хребта до Западной Вирджинии. Оценки ее возраста разнятся, но ученые признают, что ей от 10 до 350 миллионов лет. А в Европе самой старой рекой является Моаз. Она тянется на 950 километров, пересекая Бельгию, Нидерланды и Францию. И ей предположительно от 320 до 340 миллионов лет. Фрагмент самой древней книги Тереза Замет Лупи, реставратор из Градского университета, исследовала папирус, датированный 3 веком до нашей эры и обнаружила на нем следы переплета. Подумайте только, она держала в руках страницу книги, которой уже более 2000 лет. Этот уникальный фрагмент обнаружили в 1902 году рядом с мумией. И эта находка может переписать всю историю книг, ведь она на 400 лет старше, чем самые древние из известных нам книг. На сегодняшний день считается, что самые старые книги были созданы в 150-250 годах нашей эры. И некоторые из них можно увидеть в британской библиотеке в Лондоне и библиотеке Честера Битти в Дублине. Ученые уверены, что в других музеях могут быть скрыты подобные реликвии, просто их еще никто не обнаружил. Ведь папирус был довольно доступным материалом для письма и его использовали очень активно. Этот потрясающий фрагмент размером около 15 на 20 сантиметров был найден в египетском некрополе Хиби. Он является частью коллекции из 52 папирусов. Сегодня мы имеем уникальную возможность узнать историю, которая прячется за каждым символом на этих древних страницах. Графитовый фалос А теперь еще одна история про фалос. На этот раз уже графитовый. В Северной Монголии на археологическом памятнике Толбор-21 ученые обнаружили артефакт, которому аж 42 тысячи лет. И знаете что? Это древнейший в Евразии символический фалос. Когда Александр Федорченко, специалист по изучению следов человеческой деятельности, впервые увидел предмет под микроскопом, он сразу понял, что это похоже на фалос. Но другие ученые сначала не верили ему. Думали, что это просто камень с гравировкой. Проведя исследование, они обнаружили, что предмет был сломан и использовался в качестве подвески. Интересный факт, друзья. Предмет изготовлен из графита. А ближайшее месторождение этого минерала находится на расстоянии 100 километров от Толбор-21. Вот такая загадка для детективов археологии. Но самое главное, сейчас это самое древнее в Евразии изображение фалоса и единственная в мире фаллическая подвеска из эпохи Палеолита, обнаруженная в слое земли, которому аж 42 тысячи лет. Ученый Евгений Рыбин уточнил, что это открытие показывает, что уже в те древние времена гендерные признаки и мужские и женские играли важную роль в символизме человека. Скелет фермера времен неолита Уникальное открытие случилось прямо посреди города в Польше. Это история, которая затронет вас, потому что она затрагивает историю самого человека. Сломники, городок в Малопольском воеводстве, стал местом удивительного открытия. Представьте, вы ремонтируете площадь города и вдруг находите полный человеческий скелет. Но это не просто скелет, этому скелету около 7 тысяч лет. И что самое замечательное, скелет нашли в идеальном состоянии и рядом с ним обнаружили куски древней глиняной посуды. Судя по всему, они принадлежали культуре, известной как линейно-ленточная. Возможно, вы спросите, как так могло случиться, что скелет остался в таком отличном состоянии. Он был похоронен в очень своеобразной почве, которая помогла его сохранить. Ученые хотят провести особую проверку, называемую радиоуглеродным анализом. Это поможет им узнать, когда именно этот человек жил. Сейчас они даже не знают, кто он был. Но есть некоторые предположения. Ученые думают, что этот человек мог быть неолитическим фермером, перешедшим Карпаты и оказавшимся в Польше. Но что на самом деле замечательно, так это то, что мы до сих пор так мало знаем о той древней культуре и их погребальных обычаях. Вот почему каждая такая находка – это возможность заглянуть в прошлое и узнать больше о тех, кто жил до нас. Секретные тоннели под Сфинксом Давным-давно фотографии показали нам таинственные проходы, проникающие внутрь Сфинкса – гигантской статуей на плато Гизы в Египте. Но официальные ученые скрывают эти факты. И фото с видом сверху Сфинкса найти непросто. Представьте, что там аж шесть тайных ходов. Один находится на спине громадной фигуры, другой – у земли у бедра, третий – посередине, четвертый – под ухом, пятый – прямо в центре головы, а шестой – между могучими лапами. Заки Хавас, великий хранитель древностей, даже сам лично спускался в один из этих проходов и нашел внутри камеру. Но тут начинается интересное. Теперь Заки отрицает все. Говорит, что в Сфинксе нет проходов. Это все просто трещины от старости. Мне кажется, что он начинает хитрить. И вот почему. Знаменитый спящий пророк Эдгар Кейси говорил о тайном зале между лапами Сфинкса. Внутри этого зала – сокровищница истории Атлантиды. Что если Заки побывал там и хочет оставить это открытие для себя? Представьте, как было бы здорово узнать всю историю Атлантиды, все ее тайны, собранные в одном месте. Верите ли вы в эту историю? Напишите свое мнение в комментариях. Роскошные артефакты в Китае Приготовьтесь к волшебному путешествию в прошлое, а именно в эпоху династии Шан, которая процветала в Китае с 1600 по 1046 годы до н.э. Это государство не просто придумано, а подтверждено находками и даже записями того времени. И кажется, нам только что повезло открыть новая заманчивая страница этой истории. Недавно Национальная администрация культурного наследия Китая представила свежие археологические открытия, которые буквально перевернули наше понимание о династии Шан. И все это благодаря раскопкам в провинции Шань, где находится Чжайгоу, место, усыпанное древними сокровищами, лидер среди всех мест, связанных с Шанами. Почувствуйте величие этого места. Гигантские земляные сооружения, гробницы, печи и руины – все это раскинулось на 11 соседних холмах. Вот истинное золотое сердце династии Шан. А вот и наши главные герои. 9 коллекций захоронений знатных людей, включая 3 группы больших гробниц, укладывающихся в форму китайского иероглифа Ззя. Это как бы снимает все вопросы и закрепляет за Чжайгоу статус главного кладбища династии Шан. Но стоп, тут еще больше удивительных находок. Остатки колесниц и скелеты лошадей. Это невероятно важно для изучения происхождения колесниц в Китая и обычаев их захоронения. Но и это еще не все. Многочисленные нефритовые артефакты, костяные инструменты, оракульные кости и даже посуда. И вот самое важное. Открытие центрального поселения и больших гробниц подтверждает высокоразвитую бронзовую цивилизацию на севере Шэньси во времена поздней династии Шан, что перевернуло наше представление о том времени. Все эти открытия помогают нам лучше понять структуру государств того времени, культурные обмены и взаимодействия между разными районами. 12 расписных гробниц внука Чингисхана Представьте, что вы отважные археологи и вам только что повезло сделать потрясающую находку в восточной части Китая в провинции Шаньдун. Ваша команда обнаружила целых 12 древних гробниц, украшенных умопомрачительно росписью и резьбой. Их возраст около 700 лет. Эти гробницы – настоящее сокровище династии Юань, основанное монгольским ханом Хубилаем, который был внуком великого завоевателя Чингисхана. Важно отметить, что эта находка стала одной из самых значимых для этой части Китая. Согласно надписи, найденной в погребальном комплексе, гробницы принадлежат семье Го. Но самое удивительное обнаружили археологи в одной из гробниц, где были две погребальные камеры. Там их ждали великолепные росписи и фрески из резного кирпича. Эти узоры вручную вырезали стамесками и деревянными молотками. До сих пор на этих фресках можно увидеть сапли и ветки деревьев – символы удачи в китайской культуре. Но это еще не все. В гробницах нашли более 60 предметов, включая глиняную и фарфоровую посуду, бронзовые зеркала, медные монеты и другие ценные артефакты. Это даст ученым новые сведения о культуре и производстве фарфора времен династии Юань. Ритуальная пещера древних некромантов В 30 километрах от Иерусалима в пещере Теомим в Иудейских горах исследователи обнаружили старинные масляные лампы, топоры и даже человеческие черепа. Но настоящая магия и мистика еще впереди. Эту пещеру открыли в далеком 1873 году. Внутри нее скрываются подземные коридоры, источник с водой, который приписывает особые целебные свойства и множество артефактов. Исследователи предполагают, что эта пещера была тайным убежищем некромантов. Некроманты это люди, которые пытаются связаться с душами умерших, используя магию смерти. В Римской империи их деятельность была запрещена, но они все равно продолжали свои обряды, скрываясь в таких уединенных местах, как пещера Теомим. Найденные предметы часто использовались в магических ритуалах, где через огонь и металл люди пытались связаться с духами предков. Лампы и другие предметы были спрятаны в узких трещинах в стенах пещеры, что говорит о том, что их помещали там намеренно. По мнению ученых, в пещере проводились мистические обряды, предсказания будущего, а возможно даже жертвоприношения. Пещера была своего рода порталом в мир духов. Самый старый желудочный камень Готовы к новому шокирующему открытию? На этот раз мы отправляемся в прошлое на 150 миллионов лет, чтобы изучить самый древний желудочный камень, когда-либо найденный. Этот каменный кулак размером с ваш собственный кулак был обнаружен на берегу Великобритании на 59 миллионов лет старше, чем любой из ранее известных желудочных камней. Теперь, что касается того, кто мог быть обладателем этого камня, это довольно сложно определить без окружающих скелетных структур. Но Найджел Ларкин, палеонтолог из университета Рейдинга, предполагает, что этот камень мог быть частью пищеварительной системы какой-то крупной морской рептилии, например, ихтиозавра или плезиозавра. Стоит отметить, что динозавры, которые обитали на суше, вряд ли могли быть обладателями этого камня. Но несмотря на это, эта находка удивительная и чрезвычайно редкая. Желудочные камни – это не что иное, как природные минеральные образования, которые могут развиваться внутри различных организмов, от людей до ихтиозавров. Такие камни даже находили в желудках египетских мумий, правда гораздо меньшего размера. Древний желудочный камень подтверждает, что такие образования существовали не только у наземных, но и у морских обитателей древности. Тайны происхождения серебра Новая история открывает для нас тайны древнейшей торговли. Из далекого 2600 года до н.э. нам передает привет в Великий Бронзовый век. Время, когда древние греки и египтяне уже знали, что такое глобальная торговля. Археологи из Австралии, Франции и США исследовали серебряные предметы из Древнего Египта. И выяснили, что греки и египтяне торговали друг с другом гораздо раньше и активнее, чем мы думали. Так ведь в Египте серебряной руды нет, однако серебро все же попадало туда. Причем начало этому положено было еще в Бронзовом веке. Ученые выяснили, что источником были не просто греки, а греки с островов Киклад и Лаврион. Так что, похоже, древние египтяне ездили на покупки аж до Греции. Свидетельством этой торговли стал серебряный браслет, который, как выяснилось, был собственностью царицы Хетеферес I. Он и другие украшения ждали своего часа несколько десятков лет в музее в Бостоне. Ученые применили все свое мастерство и современные методы исследования, чтобы понять, из чего состоит браслет. И их труды увенчались успехом. Они смогли определить, что серебро было добыто на греческих островах Эгейского моря. Интересно, что торговые сделки в Египте начали фиксировать лишь в среднем и новом царствах на Папирусе. А вот о старом царстве документов осталось немного. Но и это не стало преградой на пути к истине для современных исследователей. Этот древний браслет – яркий пример того, как торговые связи объединяли разные цивилизации и культуры. И напоминают нам о неугасающем интересе человечества к обмену и взаимодействию. Неужели все начиналось так давно? ДНК женщины из палеонтологических украшений Представьте, вы находите древнюю подвеску из зуба оленя и спрашиваете себя, кто носил эту подвеску, кто был ее владельцем. Исследователи из Германии знают ответ на этот вопрос. И все благодаря ДНК. В Денисовой пещере, где была найдена подвеска, ученые смогли извлечь и проанализировать ДНК женщины, которая носила эту подвеску около 20 тысяч лет назад. Судя по ДНК, она была близкой родственницей людей, которые жили в те времена, но дальше на восток, в Сибири. Во время раскопок археологи очень аккуратно обращаются с находками, чтобы не загрязнить их современной ДНК. Они надевают перчатки и маски, а сами находки сразу укладывают в чистые пакеты. Грунт с предметов убирают уже в лаборатории. Такой метод работы оказался эффективным. Исследователи смогли извлечь не только ДНК оленя из зуба, которого была сделана подвеска, но и большое количество ДНК самой женщины. Ученые нашли столько ДНК женщины, сколько обычно можно найти в человеческом зубе. Это означает, что теперь ученые могут узнавать о людях не только из их останков, но и из предметов, которыми они пользовались. Это открывает новые возможности для изучения наших предков. Однако есть одно но. Этот метод работает только на свежих находках. Так что старые артефакты, которые уже долгие годы находятся в музеях, по-прежнему остаются тайной. Встречайте новый виток в науке археологии и генетики. Теперь мы можем в буквальном смысле слова прикоснуться к истории, изучая не только сам предмет, но и узнавая о человеке, который его использовал. Это будто машина времени, которая позволяет нам связать древние предметы с конкретными людьми и раскрыть тайны прошлого. Каменный фалос в Испании Подготовьтесь к увлекательной истории о том, как археологи в Испании открыли секретный предмет воинов прошлого, который сначала заметно удивил исследователей. Я говорю о каменном пеннисе, который оказался точильным камнем. Археологи находились на раскопках около башни Мейера в городе Рио-де-Вигу. Эта башня была снесена в 1476 году во время бунта Ирмандиньо, когда крестьяне восстали против испанской аристократии. Но вот интересно, они наткнулись на камень длиной 15 сантиметров, который, как я уже сказал, был в форме пениса. Вообще, такой фаллический образ часто встречается в доисторической символике, но редко встречается в артефактах средних веков. Поэтому исследователи были удивлены. И тут оказывается, что этот камень – это не просто камень. Это был точильный камень, которым затачивали оружие перед сражениями во время восстания Ирмандиньо. Ведь не только современные люди любят все стильное и с юмором. Наши предки тоже были не лишены чувства юмора. Исследователи отмечают, что камень отражает символическую связь между насилием, оружием и мужественностью. Серебряный фараон В городе Танис в Египте в 1940 году Пьер Монте открыл удивительную гробницу фараона Псусена I. Фараон был погребен внутри трех гробниц. Первые две, сделанные из красного и черного гранита, были переиспользованы, то есть ранее принадлежали другим фараонам. Третий гроб, в котором лежала мумия Псусена, был сделан из серебра, что необычно для древнего Египта. Ведь серебро было более ценным и редким, чем золото. На внешней стороне красного саркофага была надпись, говорящая о том, что он принадлежал фараону Мернифтаху, последователю Рамзеса II из XIX династии. Помимо серебряного гроба в гробнице было найдено множество украшений из золота и серебра, инкрустированных камнями, такими как лазурит, корнелиан и стеклянная паста. Самое удивительное, что Псусенес I, также известный как серебряный фараон, прожил около 80 лет. В то время это было настоящим чудом, поскольку очень немногие могли дожить даже до 40. Кому принадлежит эта рука? Сегодня мы отправимся в прошлое и окунемся в загадочный мир древних римлян. Нашей точкой отсчета станет форт Виндоланда, один из первых римских военных лагерей на территории современной Англии. За много веков здесь было построено 9 укреплений. В 2018 году здесь было совершено удивительное открытие. Исследователи нашли бронзовую ручку размером с детскую. Но это не просто рука. На ее ладони было место для чего-то, что, к сожалению, не сохранилось до наших дней. И еще в основании ручки есть отверстие, как будто она крепилась к чему-то. Загадка становится еще интереснее, ведь руку обнаружили недалеко от храма Юпитера Долихена. Скорее всего, рука была частью какого-то религиозного ритуала. Подобные находки делали и в других храмах этого бога. Сейчас вы можете увидеть эту руку в музее Виндоланда. Это яркое напоминание о том, что жизнь храма и практики, связанные с поклонением Долихену, были гораздо богаче, чем люди думали ранее. А самое интересное, что все знания о культе Юпитера Долихена основаны на редких надписях, скульптурах и других примерах искусства, найденных в разных уголках бывшей Римской империи. Так что каждая новая находка – это шаг к разгадке этой древней тайны. Как вы думаете, для чего могли использовать эту руку? Могла ли эта рука использоваться с какой-то мистической целью? Напишите свое мнение в комментариях. А также не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить следующее видео. А я продолжу. Свидетельство внеземных посетителей. Теперь мы подходим к одной из самых противоречивых теорий о пирамидах. Есть мнение, что инопланетяне помогали строить пирамиды. В 60-70-х годах прошлого века это предположение стало популярным благодаря книге Эриха фон Деникина «Колесницы богов». Он говорил, что внеземные существа прилетели на Землю давным-давно и помогли строить величественные пирамиды. А почему мы так думаем? Во-первых, строители пирамид с необычной точностью вырезали и устанавливали каменные блоки. Некоторые считают, что такая работа была невозможна без футуристических технологий, которые могли предоставить инопланетяне. Во-вторых, пирамиды как будто размещены по особым астрономическим схемам. К примеру, стороны Великой пирамиды Хуфу идеально совпадают с кардинальными точками компаса. Некоторые даже предполагают, что это было сделано специально, чтобы служить маяком для прилетающих космических кораблей пришельцев. Однако многие ученые хотят видеть доказательства. Они утверждают, что нет улика прибытия инопланетян на Землю. И все в пирамидах можно объяснить земными технологиями. Древние египтяне использовали гигантские пандусы для переноса каменных блоков на вершину пирамиды. Это может звучать примитивно, но эффективность этого метода неоспорима. На данный момент улик, подтверждающих пришествие инопланетян, нет. И хотя пирамиды остаются одними из самых удивительных чудес света, скорее всего, они были созданы исключительно земными руками и умами. Возможно, когда-нибудь все артефакты сложатся в новую картину прошлого. И в истории больше не останется неизведанных тайн. Но тогда будет ли так интересно изучать ее? Ставьте этому видео лайк и подписывайтесь на канал. Спасибо за ваши просмотры. Всем пока!